Здравствуйте всем! Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что я чувствую большую радость и ответственность за то, что я сейчас здесь, в Москве. И у меня была возможность встретиться с министром иностранных дел России. Это первый мой визит за пределы Южной Америки. И этот как раз визит был сделан в Москву, что о многом говорит. Я должен сказать, что я всего лишь три месяца министр иностранных дел. И уже третий раз мы встречаемся с господином Лавровым. Первый раз был в Нью-Йорке. Во второй раз это было в рамках встречи группы 25. И сейчас третий раз мы встретились в Москве. Как я уже сказал, мы с господином Лавровым уже об этом говорили. В этом году исполняется уже 185 лет с даты установления делонатистских отношений между Бразилией и Россией. Это говорит о том, что у нас давние связи. Здесь же я хотел бы добавить тому, о чем сказал мой российский коллега. Хотел бы сказать, что мы были очень довольны тем, что в России будет проведен чемпионат 2014 года по футболу. И российские болельщики будут иметь возможность видеть игру многих команд, а потом поедут в Бразилию поддерживать свою сборную, когда она будет выступать в Бразилии. Итак, о чем мы сейчас обсуждали с господином Лавровым? Это, прежде всего, важность встреч, которая у нас состоится 9-10 декабря. Это межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На ней, как мы надеемся, будут приняты важные решения по различным областям, особенно в экономической области, в области торговли. Мы сейчас работаем, энергично работаем, чтобы дать новый импульс и стимулировать двустороннюю торговлю между нашими странами. Мы довольны тем, что у нас уже достаточно торговля продвинулась, и российские инвестиции возрастают в Бразилии, и наоборот, бразильские инвестиции присутствуют в России. Мы удовлетворены тем, что во многих областях достигнут прогресс, об этих областях уже говорил министр Лавров. Лавров – это научно-техническая, технологическая сферы, также в области обороны. Об этом говорит, в частности, недавно побывал в Бразилии министр обороны России. И мы также сейчас намерены создавать такого рода союз в области технологии, науки. Это космос, биотехнологии, кибернетика, включая также эти области, о которых говорил министр Лавров. Сегодня, по второй половине дня, я буду в дипломатической академии выступать. Я буду выступать. И это мое выступление, я надеюсь, станет еще одним показателем того внимания, которое мы придаем сотрудничеству в различных отраслях и тем более между дипломатическими академиями у нас в Бразилии и в России. И также, как уже говорилось, мы работаем на создание механизмов для того, чтобы усилить диалог в рамках Меркосол, СИЛАК и Российской Федерации. Также, что касается сотрудничества в области обеспечения безопасности в области информатики, с тем, чтобы в международном сообществе были установлены нормы поведения, которые бы гарантировали защиту частной жизни людей, соблюдение прав человека, прав на частную жизнь, прав на частное предпринимательство, без вмешательства третьих сил. Также, в международном плане, хотел бы отметить достижения российского правительства и министра Лаврова за ту роль, которую Россия сейчас играет в решении сирийской проблемы, и эта роль способствует тому, чтобы были открыты, так сказать, новые направления в диалоге между различными сторонами, потому что мы знаем, что невозможно военное решение сирийской проблемы, потому что любое решение должно быть решено в рамках переговоров между самими сирийцами, а мы в рамках международного сообщества должны создавать условия для того, чтобы такой диалог между различными сторонами в Сирии могли как-то договариваться между собой, и чтобы различные силы в Сирии могли вести переговоры с правительством, чтобы преодолеть кризис, который сейчас возник в этой стране, и этот кризис, который сейчас привел к тому, что очень большие последствия в таком гуманитарном плане вызвал. Также я должен сказать, что я обсудил с господином Лавровым те переговоры, которые ведутся по ядерному вопросу в Иране, о роли России, которая выполняет вот в этих переговорах вокруг ядерной проблемы. Мы очень довольны тем, что был достигнут большой прогресс в этих переговорах. Что же касается региональных разных проблем, включения Латинскую Америку, но не только, а также Азия, Африка, естественно, Европа. Мы довольны тем вкладом, который Россия вносит в развитие международных отношений. И мы рады тому, что Россия способствует, собственно, диалогу между Палестиной и Израилем. Мы также обсудили следующие шаги, которые мы будем давать не только в рамках двусторонних отношений, а также и в различных международных форумах. Например, как БРИКС, так и группа 20. И Бразилия ожидает, что члены этой группы прибудут к нам в Бразилии. Я имею в виду группу БРИКС. И я здесь хочу поблагодарить министра Лаврова не только за отличную организацию встречи группы 20 в Санкт-Петербурге, но и за прием, который мне был оказан сейчас здесь. Я очень благодарен господину Лаврову и всему российскому правительству за этот факт. Большое спасибо. Добрый день. Сегодня оба министра говорили о том, что Бразилия будет председателем в 2014 году в БРИКС. В этой связи у меня два вопроса к обоим министрам. Первый вопрос господину Фигея Реду. Могли бы Вы назвать приоритеты бразильского председательства в БРИКС? И вопрос к Сергею Викторовичу. Какие инициативы БРИКС можно было бы продвигать на международной арене, в частности в рамках группы Большой двадцатки, и принимая во внимание, что Россия будет в следующем году председательствовать в Большой восьмерке? Спасибо. Как я уже говорил, для Бразилии будет большая честь принять у себя в первой половине будущего года встречу на высшем уровне в рамках БРИКС. И, несомненно, мы должны иметь в виду, что Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка, ну это по алфавиту, если БРИКС получается, то это все страны, которые играют очень особую роль в международной жизни во всем мире, так с точки зрения экономики, так и с точки зрения политической. И встречи в верхах, встречи в верхах, это служит для того, чтобы мы могли согласовывать наши позиции в начале, прежде всего в экономике, но также все больше и больше мы согласовываем наши позиции в политике. Мы думаем, что темы, которые Бразилия предложит для этой конференции БРИКС в 2014 году, это инклюзивное развитие, причем такого рода, чтобы это обеспечило устойчивое развитие для всех стран, которые составляют эту группу БРИКС, чтобы эти страны постоянно заботились о своем развитии, которое бы охватывало все слои населения, чтобы это развитие было гармоничным, включало все социальные слои, чтобы их экономический рост обозначал включение также и социальных аспектов сюда. А что касается устойчивости развития, то мы также здесь имеем в виду защиту окружающей среды, потому что без этого не может быть устойчивого развития, как мы уже об этом в Рио-де-Жанейро обсуждали в прошлом году, потому что развитие и рост, экономический рост, они всегда должны рассматриваться в трех аспектах. Это развитие экономики, это социальные аспекты и защита окружающей среды. И таким образом мы хотели бы обеспечить работу БРИКС именно в этих направлениях. Также интересными темами могут быть, несомненно, такие, как создание банка развития в рамках БРИКС. И в этой связи, я думаю, будет важно также создать такой резервный фонд в рамках этого банка. Вот, я думаю, вот эти темы будут, а также будут, конечно, возникать и новые темы в процессе подготовки этой встречи. Но, во всяком случае, эти формы мы хотели бы, чтобы там были обсуждены. Вопрос, господин Федгерейду. Скажите, пожалуйста, во время ваших переговоров или во время визита, затрагивался ли вопрос о дальнейшей судьбе барабельянки Анны Масиэль, которая вместе с другими членами организации ГРИМПИС была задержана в арктической зоне России? Спасибо. У меня была возможность поговорить с господином Лавровым. Это было как раз таким счастливым совпадением, что я, когда сюда приехал, я узнал о решении российского суда, который позволил вот этой бразильянке Анна Павла Масиэл, чтобы она могла присутствовать на судебных процессах, уже будучи отпущенной под залог. Она была очень рада этому. Я тоже был доволен, что ситуация таким образом разрешилась, чтобы она могла отвечать перед российским правосудием, уже будучи на свободе. И мне как раз в этом плане очень я был рад, что, когда я приехал, ей вот выпала такая участь оказаться на свободе. Телегонар, что ли, пожалуйста, последний вопрос. Здравствуйте. Вопрос к министру Бразилии. Вот президент Бразилии Дильма Русеф на Генассамблее, он жестко осудил шпионаж штатов, еще призвала ООН взять на себя ведущую роль в борьбе с электронным шпионажем. Обсудили ли вы эту проблему с министром России? И какие шаги еще будет в будущем воспринимать Бразилия, чтобы решить эту проблему? Спасибо. Вопрос к министру Бразилии. Вопрос к министру Бразилии, в котором она как-то отреагировала на серию разоблачений, которые появились в прессе о том, как была нарушена тайна переписки разговоров между различными лицами, включая аж и главу государства, президента республики, также министр правительства Бразилии, а также те контакты, которые поддерживают бразильские предприятия, тоже оказались целью шпионажа. Наш президент заявил, что такие нарушения частной жизни являются недопустимыми между дружественными странами. И президент Русев заявил, что правительство будет принимать различные меры, которые бы гарантировали небезопасность наших коммуникаций, как внутри страны, так и имея в виду наши международные контакты, и о том, что она собирается вынести этот вопрос на различные международные форумы, включая, конечно, и ООН, где она и выступила вместе с Германией, с проектом резолюции для Третьей комиссии Ассамблеи ООН, именно той комиссии, которая занимается защитой прав человека. В данном случае вопрос о защите частной жизни. Она выступала против нарушения данного принципа неприкосновенности частной жизни. И надеемся, что Третья комиссия Ассамблеи ООН в ближайшее время займется этим вопросом. И я здесь благодарен господину Лаврову за поддержку, которую Россия оказала в данной инициативе со стороны Бразилии. Мы уверены в том, что данная тема получит и дальше развитие, потому что в интересах буквально всех обеспечить защиту базовых прав человека, в частности, на частную жизнь, потому что это является частью фундаментальных прав человека, таких как свобода слова, свобода самовыражения, а также именно право на частную жизнь. Кроме того, Бразилия в апреле 2014 года соберет в Сан-Пауло конференцию, такую многосекторную, многосекторную, с участием различных представителей нашего общества и на разных структур государства, все, кто занят так или иначе, занят работой в интернете, чтобы можно было обеспечить как раз безопасность, информационную безопасность. И вот все эти представители нашего общества и различных правительственных структур будут обдумывать способы, как обеспечить безопасность, информационную безопасность. Тем более, что существуют различные организации, структуру, которые занимаются именно обеспечением безопасности в интернете. И мы хотели бы, чтобы вот эта конференция, которая соберется в Сан-Пауло, мы приглашаем туда, этих участников конференции, чтобы все вот эти различные организации, структуры, так или иначе, связанные с безопасностью интернета, чтобы они вместе с представителями правительства, с академическими кругами и так далее, чтобы создать новую архитектуру управления интернетом и через интернет. Мы сейчас изучаем другие меры, которые будут приняты в ближайшее время в различных международных и международных форумах. И сейчас мы проводим консультации с нашими друзьями, включая и с российским правительством. Большое спасибо.